Сегодня, смотрите, рука без волос. А рука почему без волос? Потому что я приехал к Петру, и он будет делать мне таску. Сейчас, сначала питерские дворы. Вот там было красиво, а вот так выглядит, когда губернатор, черт. Здорово. Огонь. Такой эконом вариант, ребята, короче, фломастер мы решили нарисовать. Просто мыться не будет до конца лет. Норма будет. Здорово, ребят. Давно не виделись. Сегодня, смотрите, рука без волос. А рука почему без волос? Потому что я приехал к Петру, и он будет делать мне тату. Центр города, кстати, красота. Кому интересно, вот так вот выглядит. Что там тут пикает? Тут пикает. Я запарковался, я машину не закрыл. С одной стороны плюс, с другой стороны минус. Вот когда у тебя только брелок у машины, ты по-любому берешь брелок, нажимаешь на кнопку. Можно по-разному закрывать, ты иногда забываешь. Но старенький я уже склероз. Вот, короче, ссылка на Петю будет внизу, на его инстаграм. Можно посмотреть работы. Делает он реально круто. Как я вам уже говорил, сначала питерские дворы. Вот там было красиво. А вот так выглядит, когда губернатор черт. Я думаю, что и у вас тоже у всех губернатор черт. Ну, судя по новостям, вот так, ребята, вот так вот жил раньше центр Петербурга. Сейчас понятно, новые районы совершенно другие. Совершенно иначе выглядят новые районы. Но вот районы старые. Кстати, К2, студия, не сюда. Это дворы-колодцы называются, знаменитые. Вы их видели, наверное, в фильмах, в разных всяких улицах разбитых фонарей. Ну, так все это выглядит. Подождите, гаражи, которых наверняка не должно быть. Ну, никто не контролирует. Как я говорил, обращаться собираюсь за всеми возможными услугами по работе, по делам, по инвестициям, по партнерству. К теми, кто с нами. Это, по сути, мои подписчики, кто выбирает генетик, кто нас слушает. И вот Петр, один из таких людей. Поэтому я ему зачем-то позвонил в дверь. Хотя у него открыто. Хотя у него открытенько. Здорово. Здорово. Как дела? Огонь. Готов? Я даже руку побрил. Да, зачем? Чуваки, тапочки. Я умный, чтобы бахилы посидеть, я взял свои тапочки. Я не только умный, но и брезгливый. Тут, конечно, тоже тапочки есть и бахилы есть, но в своих тапочках зашибись. Умный, брезгливый и скромный. Только недостаточно умный, чтобы пауэрбэнк зарядить заранее. Ну ладно. Думаю, что ты мне выделишь наряда на устройство. Просторненько. Ты куда располагаться? А? Куда располагаться? Да мы пока сейчас напечатаем. Пока напечатаем. Что ты там слушаешь или смотришь? Да, это там же бас. Что мы будем бить, я вам не покажу нифига, потому что так будет неинтересно. И вообще не покажу, как мы будем бить. Как будем бить, покажу, а что будем бить, не покажу. Ждите другого ролика, какая-то заманула. Мне очень понравилась у них вот эта картинка, ребят. Петь, отварить. Я сидеть рядом. Такой эконом вариант, ребят. Короче, фломастером решили нарисовать. Просто мыться не буду до конца лета, и норм будет. Вот там уже картинка. А мы вам еще не покажем нифига. Короче, пока Петя творит, я вам расскажу. Мы же подавались не субсидию, помните? Государство должно было помочь всему бизнесу. Так вот, наебали. Как обычно, обманули, ничего не дали. Налоговая прислала нам письмо, что мы не являемся пострадавшей отраслью. Хотя, вроде как, спортивное питание едят спортсмены, которые ходят в фитнес-клубы, которые закрыты. И даже на турнички ходить нельзя и бегать по улицам в одиночку крайне опасно. Вот. Поэтому вот такая ерунда. Есть, конечно, смысл обратиться к юристам и постараться признать наши акведы основные. Ну, по-честному, не для себя лично, а уже для всей отрасли. Признать наши акведы отраслью, которая пострадала. И что, может быть, и мы, и пацаны все смогут каких-то денег вырубить. Потому что, по факту, ну, уже подозрение есть, что процентов 20 народа из отрасли будет банкротиться. Небольших ребят, что, в целом, не круто. По брендам пока не знаю. Не знаю, не скажу. Но, на самом деле, рассчитывали на эту субсидию невозвратную. Но огромный вопрос возникает, конечно, по итогу, что ты налоги платишь, тебе запрещают работать. Но за это ты получаешь ничего, дополнительные налоги. Вот такая ерунда. Ребят, если кто-то подавался на какие-либо субсидии, расскажите. На ребенка мне тоже ничего еще не начислили. Все уже заполнил на госуслугах. Но некоторые говорят, что бабки получали. Я ничего не получал пока. Сейчас я вам сейчас покажу. Разбирайтесь, как хотите. Сейчас мы начинаем. Я не знаю, что там вам видно, что не видно. А финалочку уже в следующем ролике. Ну или в этом. Мы решим, да, с тобой? Мы решим. Там у нас есть фонарик красивый. Мы под него встанем и смеем. Я подозреваю, что это... А, ты мне загорать поставил. Я полный сервис. Загар и потуха. Давайте вопросы напишите под ролик. В следующем я вам наснимал ответов. Максимально удобно. Меня посадили. Сайм просто такой. Что, ребят? Короче, мы за раз. Ну-ка, расскажи пацанам. Что там видно? Что видно? Дракона. А, видно. Вот за сегодняшний день. Хватит его череть, ему больно. Ну-ка, ближе. Ну, такой мужик. Ну-ка, так его сними. Перчатки осеменителя. Пришли бы вам показать. А скажи вообще, ребят, как дела у тебя? Когда тухи бьются. Ты вот так в руке поверни и все. А, да? Да, подговорись, ребят, мы. Нет, нет, нет. Что, нет? Я же не умею. Давай. Я тебя спрашиваю. Ну, давай. Татухи люди делают сейчас в карантин? Ну, нет, мало. Мало? А почему? Боятся, наверное. А, типа вирус всякий. Ну, да. Ты видишь, ты переболел. Я тоже переболел. Я вообще всем переболел. Все, мы теперь, короче, просто одна. Семья надо татухи колотить. Я на самом деле, пацаны, думал, что я приду тут, буду вот прям жужжать человек семь. Делать-то нечего. Ну, реально, пока карантин делать нечего. Потом времени найдете, это не быстро. Сколько часов? Ну, вот это вот, там, 6 часов, не считая макет, предварительно встретиться. Потому что Петя сначала приглашает, он там сначала нарисует красиво, придумает, чтобы потом опять время не тратить повторно. Поэтому, короче, пока карантин делайте. Приезжайте татухи. Потому что татухи зашибись. Татухи зашибись. Да. Особенно в карантин. Особенно в карантин. Карантикула. Видите, даже вон. Тебе, бездарфить, помогло что-нибудь? У тебя есть ИП? Нет, нет. А, нет, ну ладно, тебе не положено, значит. Я, да, нет, я такой бессовестный. А, ты социальный тип? Я социально незащищенный. А у тебя есть пособие безработицы? Нет, кстати, надо было мне. А ты еще можешь успеть. Ты же безработный. Да, ну там что-то кучу всего надо. Сходить, блядь, туда надо. Ну да. Ну, со старой работы надо, короче, какие-то там документы. Слышь, там за три месяца бабок там полтно сдадут, наверное, за все время. Нет, мы посчитали, короче, мне полторы тысячи есть. Полторы тысячи есть? Да. Нет, сейчас из-за коронавируса всем дают максимальную тему. Ну, вроде такое было постановление. По-моему, нет. Мы читали там, короче. Нет, вообще, да, может быть полторашка пособия. Но сейчас, именно период карантина, по всем повысили выплаты. Вообще, ты еще можешь заработать. На государстве. На государстве, да. Не просто своими руками, да? Хоть раз в жизни оно тебе поможет. Кстати, я ни разу не стоял на этой ежедневке. На учете? На учете. На учете стоял. А в этом по безработице что-то... Работал, потому что всю жизнь. Работал. Кстати, ребят, расскажи историю. Знаете, откуда приехал, Петька? С Ургута. С Ургута. А что ты там делал в Ургуте? Работал. Работал. За что-то кем? Ну, до того, как стал рисовать машинистом автокрана. 11 лет я проработал. 11 лет? То есть, прям с это... С хамейки... Нет, с армии пришел, устроил. И прям стал... И вот в один день ты глаза открыл такой, я не буду кранавчиком, я буду... Нет, не в один день это было бы шло. Ну, как бы недолго, но все равно. У меня же семья, дети там, все дела. Ну вот, я же не мог так отчаянно поступить. Ну, все равно пришел к этому. Он тату-мастер в Питере, он не мог отчаянно поступить. Он, что, в Краснодаре пожить успел? Ну да, там тоже работал. Тоже бил? Да, да, да. В людей или в тухи? Нет, татухи. Ну, мало ли, я не знаю. Крепкий парень, может, свалил с Краснодара, там дел наделал. Нет, нет, нет. Нет, татухи. Там, кстати, тоже можно, ну, работать, в принципе, почему нет. Работать везде вообще можно. Нужно, да. Нужно даже, да, да, да. И тогда вы не будете знать, что вообще выдают пособие по безработице. Да, да, да. Пацаны, всем рог. Не знаю, конец выпуска, не конец выпуска, может, что-нибудь еще сниму. Жрату вам, жрату завтра вам сниму, Зеленскую. Пока, ребят, все не огонь по Зеленскому, я не в восторге. Так, здорово. Опять я понял, что хочу вам рассказать. Это не конец ролика. Я вам хочу рассказать о том, что сегодня было очень-очень необычно. Ну, как вы знаете, татуировки у меня есть, сделанные ранее. И у меня на самом деле обычно невероятно высокий болевой порог. То есть боль для меня это вообще как бы фигня. Я не чувствую особо боли, я могу терпеть с легкостью что угодно. Когда мне делали татуировку в прошлый раз, когда меня положили на спину и били на ключице, ну, здесь, это считается очень болезненное место. Так вот, в это время я просто уснул. И каково было мое удивление. Каково было мое удивление в этот раз, мне было, ну, в моем понимании больно. И сильно больно делая татуировку, я думал, почему, с чем это может быть связано. До меня дошло изменение питания. Ведь уже месяц я на веганской диете, и я хочу в конце этой недели сдать анализы. И уже бы, извините меня, но я бы, наверное, даже думал о том, чтобы закончить эксперимент, потому что чувствую я себя хуже, мне не устраивает состояние, эффективность организма. Для перестройки времени было достаточно, для адаптации тоже. У меня нету тяги к мясу вообще никакой, то есть никаких проблем нету в плане желания кушать. Я нормально питаюсь, даже вкусно и комфортно. То есть на мясо нету дикой тяги абсолютно. Но я понимаю, что мне хуже время восстановления, что мне было больно делать татуировку. У меня покраснела и опухла кожа. В прошлый раз, когда мне делали тату, мастер говорил, нифига себе, у тебя вообще кожа почти не краснеет. У меня даже образовывалась кровь шла немножечко, чего не было в прошлые разы. Это очень необычно. Мало того, вы же не знаете, завтра постараюсь костя надернуть в офисе. Сниму вам отчет про веганство, про свои ощущения полноценные. У него холестерин дико высокий, ему прописали статины. Он пробовал без них его снизить, не получилось. Я изначально был против, когда ему еще первый раз, а 4 месяца назад их прописывали, я его остановил от приема статинов, потому что считаю это вредным. Сейчас он их пропил, мы расскажем про опыт использования статинов в применении. Он сидел на сыроедении. Он был на сыроедении и ел только еще рыбу. Сырую, кстати. Сырую, то есть просто лосось и слабой соли он употреблял. И костям поделится с вами мыслями своими и ощущениями. Так вот, он говорит, что действительно болевые ощущения изменились. Ему стало более... Через 500 метров на светофоре поверните на плане. Ему стало, короче, больнее. Он более острый, чувствует боль. То есть действительно это, видимо, питание, оно сказывается на чувствительности. Я, может, стал более нежным. Не знаю. Но это факт. Такая интересная штука. И хочу вам рассказать вообще, что... Если бы я сейчас не проводил эксперимент, что бы я делал? Я бы... Что бы я принимал, чтобы ускорить регенерацию? Однозначно, конечно же, я бы пил коллаген. Это я бы, на самом деле, даже мастерам по татуировке сказал, что им нужно рекомендовать своим клиентам добавлять в рацион коллаген. Потому что это... Поверните направо. Потому что это ускорит регенерацию тканей. И это будет полезно и эффективно. Я бы рекомендовал, кстати, вот мой суставный комплекс за счет наличия в нем гидросульфата серы, снимающего воспаления. Я бы рекомендовал гиалуроновую кислоту. Потому что, естественно, она хорошо влияет на гидротацию тканей и регенерацию. Витамин С, потому что без него коллаген достаточно низкую имеет степень усвояемости. Витамин С очень положительно сказывается на усвоении коллагена. Что бы... Это именно, я говорю, про тату для заживления, что бы можно было людям порекомендовать. Ну, наверное, такой минимальный, этот минимальный набор. Нужно даже для салонов татуировки придумывать. Типа, значит, на недельку. На недельку, на попей, будет лучше татуха у тебя. Ну, вот сейчас я прям... В прошлый раз у меня через два дня уже все зажило просто. В данный момент я опасаюсь, что второй сеанс через неделю, что может просто не хватить времени для полноценной регенерации. Я в шоке, друзья. Я действительно в шоке. Испытанных мной сегодня ощущений, они для меня новые. Мне когда грудь наживую оперировали, меня отпустил наркоз местный, мне всю левую грудь операцию по удалению гина делали на живую. Мне было, ну, даже, может быть, местами менее больно, чем когда мне делали татуху. Это дичь, это дичь и это бред. Вот с такими вот возможными эмоциями я с вами попрощаюсь на сегодня. Вы помните, что ваши вопросы вы можете писать внизу в конце видео, потому что я соберу за низко-роликов вопросики ваши. Осталось много про веганство с прошлого раза. Дополнительные вопросы были по разным тематикам. Я это все в кучку соберу. И ближайший выпуск ответов на вопросы я сделаю в следующий раз. Смотрите, какой мотик у чувака просто. Красавец, красавец. А вот Петербург, ребята. Вот, ребята, там никому не мешают со мной. Нормально все. Вот, это Питер. Питер, ребятки. Скоро кресты проеду неподалеку, по-моему. Опа, пошел. И я пошел. Продолжение следует... Продолжение следует...